всем привет друзья с вами малдер и у нас зов ктулху в общем то по заданию нам надо найти картину под названием бродяга где она здесь очень их много висит на стенах всяких разных картинок давайте-ка поищем это что такое сейчас секунду плетка больше осьминога почему-то похоже это наверное артефакты до колумбовой эпохи артефакты были только проснулся черт возьми рано-рано утром дайте-ка мы зажигалку подожди выключим точнее уберем посмотрим все вот эти картины артефакты что тут такое рыба блять глав рыба хорошо а почему только на одном стенде у нас только один стенд можем и осмотреть они вот еще один чё блин я же нажал и а будь ничуть и забыли сфинксы охренеть надо хорош пиздец погнали дальше вон наверно висит как раз этот самый бродяга мальчик бродяга этот человек целое крыло своего особняка превратил в картинную галерею галерею это что такой запоздалый монолог я же вот там перед тем стендом кнопку нажимал кучу к явно что-то с головой не так было у нее такие тут предметы искусства странные пацан какой-то больше чем тут борется с птицей гусь тут человек полу разложившийся неплохо неплохо как глобус опять же старый древний это что-то может быть морское это создание были голова имеется еду хотелось тоже льва наверняка ну чего здесь то у нас и там еще целая комнатка комнатушка здесь что-то есть ну-ка что такое вот нажимаю блин а ничего не срабатывает нихера уж сейчас сработает о я лампочку нашу с вами наполнил маслом замечательно почему он так интересовался старым оружием наверное потому что новое не убивает каких-то там не древних монстр монстров и созданий я не были на повнимательнее как там все это просмотреть осмотреть почему тут ты я не могу ничего взять не работает блять странно собственно вот мы нашли картину бродягу вот что-то лежит кстати рисунок кинжала на кинжал уже был в коллекции сандерса а кинжал уже был в коллекции сандерс или тот только пытался завладеть им кинжал где-то там увидели нечто похожее не обладает даже крупицей таланта сары хокин сандерс мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы на гарде изображен эзотерический символ который часто встречается в его переписки с сарой так рисунок кинжала рисунок кинжал кроху или кто-то с зубами короче подождите опа еще что-то есть а еще масло у нас масло то все под завязку нам не надо нас кинжал кинжал где-то вот тут вот он был и там еще какой-то нож мы видели нет это обычный ножик вот это не он это артефакт так это мы читали янта мы читали но тут они какие-то все странные эти кинжалы там другой был меня напрягает только одно то что тут шкафы стоят в которых надо прятаться главный вход в галерею а почему я не могу открыть вот тут вот нечто похожее не так тут масло тут масло вот же он лет никаких действий странно или вот все похоже ладно все хорош пиздеть поехали смотреть картину что нам она расскажет ну твою ж мать не зря тут масло застояло это еще в таких количествах не подходи чувак она тебя сожрет шкаф беги чувак там два шкафа стоит эдик а чем же а может быть ножом как раз сейчас мой нож схватим и будем мочить этого урода мне почему-то напоминает silent hill homecoming там тоже такие чудики были похожие во всяком случае у которых ножи какие-то были вместо ног так игра сохранена это что еще такое черт побери я не знаю а где это она о блядь ебаный рот так-так-так-так шкаф-шкаф где-то тут бы спрятаться вот шкаф прячься чтобы спрятаться в шкафу нажмите я блядь да нажал я я секунду вон она идет а чё нам по заданию ты надо сделать подождите вот она идет прямо сюда она меня видит интересно наверняка надо сейчас схватить какой-то нож так все ушло наверное надо схватить какой-то нож и его запиздить блять но я не знаю где нож я были что-то потерялся в пространстве у где она вот она прям перед шкафом ходит с его отсюда ничего не долго сидишь в этом шкафу то у меня свет я мужчину света боится лампу лампу то не зря жизнь почему-то лампу то убираешь ты чудик она муж света боится проклятие что это я откуда знаю где вон так тут прячься нахуй причем на чувачева таков видят меня что ах ты тварина ты погляди все меня замочалили походу или нет замочали ли суки погрузиться в безумие так все погружаемся безумие это мы видели пропустить пропускаем нашу сценку нам надо дойти как раз вот где ножи вот эти лежали подождите она меня видит интересно когда я ползу нет нет походу видит нахуй надо нам проверить блять вон она идет 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 бежим 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 бляха в шкаф срочно срочно заметила блять опять заметил вот твой 5 ты ему по башке чем-нибудь что ты стоишь то как дурилы в шкафу какой ты к шоу начался мне нам надо тогда не знаю я что это такое было самому интересно нам тогда надо обойти всю эту хрень как-то незаметно я уже кстати привык к этой темноте вот не тут но что проклятие что это погоди мешка где-то тут вот но мне опять что увидел да ладно нахуй нет так как зубастая ну-ка сейчас вы знаете что делаем на рисунок посмотрим у меня все-таки складывается ощущение что но что-то лежит вот в той комнатушке где он бродит там рядом недалеко так сейчас мы обойдем вон он идет он слышит он слышит по ходу блять как разбивается стекло но участвуют меня опять что ли заметит поинтересно фонарик фонарик он боится так 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 он вот тут широёбится да может быть он фонаря боится может какой-то оружие то мне должно против него быть они только не привыкли неприличные слова так я так ну-ка светонем так 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 фонаря он боится блять походу ну-ка не боится блять его как все ебать козла сейчас надо потихоньку пробраться все-таки в ту комнатушку свериться с диваном главное непонятно чего делать заданий у нас никаких нету то есть ничего не отображен не отображается этот хер меня хер меня видит издалека вообще прям далеко далеко и вон он там ходит может пробежать блять ну побежали не заметил блять в этот что ли кинжал то проклятие что это тихо спакуха спакуха дядя скажи как много полезли в шкаф мне конечно мне сейчас съест это сто пудов где же этот сраный но что как он но все 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 убил убил молодец сейчас мы пропускаем опять цвету дичь так улики 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 у меня кстати 2 очка есть их у с ним 2 очка культизм бумажонка молот твари нет это не то а вот межпространственный бродяга и оптывать подождите про бродягу почитаем чуть почву рисунок кинжала не обладает даже крупицы таланта так это мы все читали рисунок кинжал где он в какой он витрине лежит такой кинжал то я не могу найти много погнали что это еще такой черт побери да я откуда знаю наверняка им надо так это не тот даже не похож это тоже не то где она живете увидел что ли на это не то ну вот похожий мы вроде разбивали уже эту витринт погоди-ка где-то хрень ходит что-то и тут нету даже так по моему увидел да молодец зрение хорошее так тоже не то может быть это мы тоже разбивали проклятие блять ну все нахуй так он бегает 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 прыгает а у нас фонарик же есть погоди-ка нахуй можем светить сейчас пока он бегает хотя бы посмотрим разобьем несколько витрин не то не то а где может быть я смогу воспользоваться этим кинжалом твою а как мне воспользоваться этим кинжалом для его блять не этим каким же этим киджалом я не могу воспользоваться что послушайте у нас получается вроде бы его даже как-то перегнать то есть у нас не догоняет это чувство бери бы тихо 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 погоди вот это режиме стоп сейчас по красоте просто действию этот нам не надо кинжал вот этот похож да ну-ка может я смогу воспользоваться эти а как воспользоваться может ли ты тварь не муча как ты меня ловишь тогда я просто не понимаю 85 попытка хорошо да давайте твою мать что это было что это был какая разница что это было фактом что она нас съесть хочет а мы никак не можем найти нужный кинжал кинжал то я могу вроде бы взять какой-то а чем с ним делать нападать на эту на это чудовище здесь кинжал здесь кинжал нам надо так стихо тихо мужик близь так это другой это тоже на картину не похож древние эти тоже не похожи на то что с картинки вот два лезвия стоп 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 духу два лезвия где-то такое видел так где тут с двумя лезвия так с одним лезвия этот стремя вот он бери этот кинжал чем-то отличается чем он отличается так масло где ты говно этот кинжал чем-то отличается чем отличается что будов этот ну и той мать нахуй стоп 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 может быть картину надо проткнуть то этим кинжалом наверное наверняка точно он же вылез из картин может быть этот кинжал как-то этот портал перекроет и отправит его обратно ёбаный рот ну это ж пиздец полный безоговорочный пиздец будет если это так тут светло между прочим становится где-то говно где она уходит я не вижу тут нету других вариантов у меня нет мы его никак не убиваем хорошо берем кинжал и сделать кинжал чем-то отличается от остальных мы по крайней мере обнаружили нужный точно ты погляди-ка съебатор включила отсюда ты засосала по засосет сейчас обратно в картину на на ну 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 да зажмите блять я чё сделал то я зажал чтобы отпустить ёптой мать что там закат сцены вла ты уверен что тебе больше не пригодится рука теряешь хватку детектив при таком раскладе ты прав бутылка прикончил тебя раньше причем я ты ничего не видел я видел как ты чуть было не воткнул себе в руку кинжал я пропустил что-то поинтереснее на меня напала какая-то тварь так эта картина проклята давайте прям сходу скажем ей сандерс был прав это картина проклята о чем-то вы говорите на меня напала какая-то тварь я сумел ее прогнать кажется мне тоже так кажется чтобы ты знала про монстра ты знала ты все знала про этого монстра о чем вы говорите считай что тебе повезло ведь я спасла твою руку руку пусть даже что ты имеешь ввиду не льстись от дорогуши я говорю про содержимое этой галереи и кстати куда ты собрался с этим кинжалом он спас мне жизнь это не просто кинжал тебе стоит поговорить с элджерноном дрейком он торгует антигуриатом здесь на аркутере он тебе все расскажет судя по бухгалтерским бухгалтерским книгам он продал эту картину он продал этот кинжал сандерс он продал этот кинжар кинжал бляха муха и ты даешь эту информацию бесплатно ладно не будем дерзить блять мне прям стоит поговорить с этим дрейком этот символ на кинжале сандерс изрисовал им все стены своей камеры этот символ защищал его он защитил меня этот торговец антигуриатом хорошо разбирается в оккультизме встретившись с ним я ничего не потеряю снова завелся иди куда хочешь а я останусь здесь я говорю с рэм наши дела о глава седьмая безымянная книжный лавку серию чуть побольше сделаю а тут сколько времени потеряли мы на этой хрень уж не буду там вырезать все бродяга оказался не просто картиной с сарой хоккинс эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на пирса после долгой драки драка была действительно долгая сыщик смог снова забереть тварь в картине позже он узнал что кинжал которым он прогнал чудовище продался адресу человек по имени элджер нон дрейк сука блин чем чем руководствовались родители чтобы назвать сына элджер нон пху блять элджер нон пьяный придешь папа не придет пьяный и забудет нахуй не сможет выговорить сынуля элджер нон владелец безымянной книжной лавки пирс так этот элджер нон владелец безымянной книжной лавки пирс пирс решает сходить сходить туда к элджер нону ёптвою мать может ну они конечно его коротко как нибудь называют там л так что тут лавка то по моему уже опустела а где же элджер нон где продавец посмотрите книжный магазин хорошо сейчас мы осмотрим осмотрим книжный магазин тут наверняка много улик вот что-то уже лежит и дневник жены священника часть 4 еще часть дневника который вела жена преподобного преподобный преподобный объявил сам себя пророком он отказался от бога и стал поклоняться странно языческой сущности чудовищного обличия его жена пыталась урезонить мужа но тщетно он был убежден что должен слушаться голоса слушаться голоса в голове потому что тот говорит правду здесь говорят правду так ладно а куда же так нам идти тут все разбросано чуть его наверно грохнули уже я так полагаю этого продавца вот еще что-то лежит историю острова дарквотер том 2 так 17 веке на острове на острове обосновалась колония пуритан под руководством преподобного джона вику да они назвали остров дарквотер темная вода из-за оттенка морской морской воды они считали что все дело в необычном цвете скал окружающих остров поселенцы возвели первые постройки среди которых был особняк хокинсов церковь и кладбище в редких документах и рукописных заметках которые они оставили упоминаются кошмары и необычные случаи они загадочным образом исчезли в начале 18 века восемнадцатого века тут наверху у нас ничего нету чтобы не пропустить какие-то рисунки такие лет были прилавок прилавок а где же у нас сам-то справочник по анатомии вскрытию книга 2 книга 2 эта книга не менее подробно и наглядно чем первая посвящена хирургическим вмешательством при пороках развития и моторных нарушениях моторных нарушениях сука у меня зажигалка есть блек бери фонарик пока он не будем пока мы фонарик тратить очень уж редко попадается баночки с маслом книга дзиана или дзиана книга дзиана фундаментальный труд лежащий в основе теософского движения елены балавадской его участники приравнивают истину к религии эти тибетские тексты легли в основу философии эзотерического движения основанной еленой балавадской в конце 19 века создательница теософия неоднократно ссылалась на этого на этого тру на этот наверно на этот труд но никто и никогда его не видел я думал его пропуску попросту не существовало эта книга обнаружены в безымянной книжной лавке на острове дарк у отер может оказаться как фальшивкой так и неопровержимым доказать доказательством слов балавадской так подождите у нас же очки прокачки два очка целых психология раз расследование давайте по расследованию в расследовании поиск веби хорошо хорошо стоп стоп мы там что-то не прочитали эти улики про тварь про тварь так письмо дарк у отер где-то хрена тень нет не это жители места культизм картина картина села в галереи в галереи фрэнсиса сандерса но мне кажется что этой твари она не она для перемещения больше не нужна она пришла за сандерсом в подвал ривер ривер цаевского института я не знаю откуда она явилась но ясно одно она голодна смог ли отправить эту тварь обратно в ее мир я не знаю выдержка известной книжки частного детектива эдварда пирса нож вот за межпространственный бродяга приходит из мрачного и негостеприимного измерения где вечно голодает из-за нехватки пищи поэтому он постоянно готов отправиться в другие измерения и пожирать их обитателей постарайся никогда не ослаблять защитную вуаль своего измерения иначе рискуешь привлечь эту опасную тварь если же это произойдет достаточно лишь взглянуть на него чтобы это существо укоренилось в твоем измерении и разодрала тебя когтями выдержка из молота тварей из молота тварей дыабляха на спящий культист так ладно все это нам оба еще что-то как это книжинцы медицинские конспекты том 3 а всего несколько лет назад практикующий врач мог использовать все достижения современной науки в этой книге последние и в серии доказывает что это больше невозможно в составлении этого тома приняли участие около 10 именитых врачей медицина у нас еще прокачалась так как держим беда таблить продавец продается на сдох уже вот еще очередная картина того что это не что-то есть это таракан ну-ка-ну-ка тараканы крыса дохлая баба голая голая баба фомка а как не взять зрение детектива не работает карта с тракашками что тут лежит еще книженцы справочник по анатомии вскрытие книга 1 название этой книги полностью отражает ее содержание в ней приведены подобные и наглядные иллюстрации человеческой анатомии и методов вскрытия для ее чтения нужны сильные нервы и свойственные врачам безразличия я тут медицину блять прокачай опа улика смотри-ка ну-ка 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 амулет в виде пса какой странный амулет у меня есть чувство что его лучше не трогать странно странный амулет подвеска сделанная форме большого пса я не знаю что это означает может быть узнаю если покопаюсь в книжной лавке гончая оккультизм прокачано сколько у нас там медицины прокачано 34 оккультизма 62 уже неплохо идем видимо владелец книжного книжного магазина очень любил анатомию всякие вывески книжки плакаты какие-то что такое у них тышь ёпта там сейф а как мне тут открыть тв отворяйся собака подожди а я не могу почему картину подожди мы еще в той комнатушке не были тут ничего нету интересно может какая-то улика может что-то мы пропустили пойдемте в эту комнатушку сходим вот что тут произно произошло что тут произошло сейчас посмотрим давайте-ка переместимся начнем с самого начала откуда взломщик проник сюда магазин значится ограбили откуда взломщик отсюда откуда он разбил стекло открыл дверь тут дураку понятно не кровь похоже работа дилетанта похоже работа дилетанта порезался когда разбивал стекло неужели этот придурок это сделал голыми руками не мог камень какой-то взять там тряпкой к лишню то обернуть что-то еще вот нашел я бумажка расследование этот отпечаток оставил кто-то него кто-то высокий вероятно мужчина мужчина след след ноги вот и собственный кровь кровь я не заметил поначалу думал он где-то наш эдик увидел ее на стекле медицина следов борьбы нет если взломщик разбил этот кувшин то не намеренно интересно он поранился интересного поранился хрен узнает стоп стоп конечно поранился он же вот эту кровь наверное когда выходил у него вытекла наверняка так и было книженцы они нет там еще в нам в ту комнату можно зайти что-то расследовать тут больше ничего нету что-то он наверное с собой уволок да картина фомка как раз что за вор оставляет свои инструменты на месте преступления дилетант ты же сам сказал что убило всех этих животных чувак если тараканов наживаешь называешь животными и почему взломщик сбежал не закончил свои работы что-то тут какая-то пиктограмма ну-ка посмотрим что за чарльз хокинс чарльз хокинс что такое кого он тут чарльз хокинс но он уже в виде осьминога виде ктулху ну-ка что он тут делает похоже этот символ защищал хокинсов похоже тут так 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 что было в сейфе какой же силы обладала картина сары хокинс я не знаю чувак книга какая-то сара хокинс помогала прятать что-то в этом сейфе ничего же она помогала прятать мы все расследовали не 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 вот дрейк приложил немало усилий чтобы спрятать это чем бы оно не было все связано с делом старый хокинс все мы все смотрели можно возвращаться в нормальное зрение книга значит варюга искал какую-то что такое варюга искал какую-то книгу есть теперь ухты пароль нам нужен пароль какой-то чудак и как-то крутить можно и подожди что-то я не то сделал подтвердить подожди ты блять а вот циферки нажимать надо все я понял надо искать пароль книга записка мемуары дрейка дрейк оставил инструкции как найти комбинацию к его сейфу кажется здесь спрятна странице кое-что можно прочитать если кто-то найдет эти мемуары пусть не сомневается что я в большой беде моя единственная последняя надежда в том что моё мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности тогда их можно найти и сжечь погребальную урну нужно отдать моей матери если она все еще в этом мире следующее сообщение очень важно кто бы не читал эти строки если он обладает такой же остротой ума как и я то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом оно лежит в моем сейфе подсказки комбинациям содержится на трех цилиндрах скрытых там где жизнь и учение объединяются в греческом слове каждый цилиндр пронумерован хоть и говорит хоть и говорит знаменитый писатель что порядок порядок удовольствие разум но беспорядок наслаждение воображения хоть я сам предпочитаю упорядоченных хаос но я должен признать что обычно всегда возобладает разум если вдруг по какой-то случайности человек или лучше сказать гений сравниться со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеги профессору мискотоникского университета армитиджо в этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных записей но и оружие слишком опасно чтобы попасть в плохие руки надеюсь ты сможешь оценить опасность которую она представляет и поступишь должным образом в любом случае меня уже не будет и я не смогу ничем помочь тебе не пострадать от твоих действий секунду подсказка каждый цилиндр жизнь и учение объединяются в греческом слое жизнь и учение объединяются в греческом слое в греческом слое в греческом зале в греческом зале так Чё это? Снотворные таблетки Неужели все на этом острове принимают снотворные? Я нашёл снотворные таблетки в книжной лавке Неужели книга торгует и страдает от бессонницы? Чё-то тут с этими таблетками-то тоже, наверное, связано Ключ из Рельеха Какую связь он нашёл между Чарльзом Хокинсом и старым амулетом? Этот ключ со знаком старших единственное, что может защитить твой разум Этот цилиндрический медальон на тяжёлой цепи Сотни лет назад на нём были выгравированы звезда и ветка Которые должны отражать силы древних Всё указывает на то, что у прошлого владельца, египетского торговца-антикуриата Медальон отобрал Чарльз Хокинс Дата в газетных вырезках, посвящённых этому правонарушению Совпадает с датами поездки Хокинса в Каир Непонятно, знает ли он об истинном назначении этого артефакта Попробуем это узнать Ну да, Хокинс же... Мы же знаем, что Хокинс очень много путешествовал, в том числе и по Египту Медальон, медальон с собакой Мне кажется, что-то в нём надо искать Ёпта, да вы чё, смеётесь, что ли? Аркхемская антология, том седьмой Разоблачённая Зида Аркхемская антология? Никогда такой не слышал Книга по эзотерической философии, ключевой текст Теософический... Господи, блять Теософического движения мадам Балавадская Автор Елена Петровна Балавадская Эта книга входит в Аркхемскую антологию Великолепное собрание сочинений по эзотерике и сверхъестественным явлениям Аркхемская антология, ключ Соломона Четвёртый Сколько томов в этом собрании? Блять, я уж не буду тут все эти томаты читать Аркхемская антология Реквием Шагай Это ж пиздец тут будет Аркхемская антология, том четвёртый Так Ой, господи, четвёртый, чё пизжу, блять Шестой Шестой Пророчество Аркхемская антология, том второй Геометрический свод Сколько томов в этом Сочинении? Аркхемская антология, том третий Это дай угадаю, блять Том первый Ура Линда Погоди, чё там было написано? Сколько томов в этом собрании? Я не знаю, чувак, сколько томов в этом собрании Но много Седьмой А ещё он тут лежит Девятый А затот и другие ужасы Дерби-то я был всего 18 лет Всё, что ли? Всё, вроде бы Как нам пароль-то на это искать? Где-то ведь он должен быть Что это? Ух, нихера себе Цилиндры, которые Дрейк пытался спрятать Пожалуйста, стоит их послушать А цилиндры мы можем послушать только в доме Сандерса Вы будете читать книгу? Буду, блять Прочитать Что содержится в этой странной книге? Молот тварей В этой книге содержатся нечестивые знания В этом сборнике перечисляются и классифицируются создания, о которых мне никогда не доводилось слышать Но молот тварей-то мы уже читали вроде как бы, да? У нас он был Откройте сейф, блять Откройте сейф Сейчас откроем, блять, делов-то нахуй Как так? По лесенке нельзя подняться? Нет Что за звук был? Может быть в этой комнатушке опять мы что-то тыщем? Шахматы! Положение печальное Положение печальное Кубок Кубок Какая-то чаша Этот кубок похоже очень старый Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор Сапфиры и рубины Что-то нам надо тут разгадать История острова Дарк Уотер В 19 веке, когда американский китобойный промысел достиг своего расцвета, киты постепенно исчезли из окружающих Дарк Уотер в лот До тех пор регион был излюбленным прибежищем китовых и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным В 1847 году, после многомесячной охоты, в порт вернулся китобойная шхуна Сцилла с гигантским существом на борту Ее команда утверждала, будто бы всех китов в округе сожрала именно эта тварь Чтобы затащить тушу на борт, команде понадобилась целая ночь Блин, сколько тут много новых предметов О, вот же! Здесь мы можем цилиндр-то послушать Третий цилиндр... Подожди, первый цилиндр Дрейка Второй цилиндр... Мы первый-то вроде бы слушали, да? А как мне менять-то их, блядь? Вот Ну, давай-ка с первого начнем Эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно Обрамленные божественным золотом Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам, Генри Я признаюсь, я готов заплатить, чтобы узнать его секреты Да ну нахуй, это что там, Грааль, что ли, стоит, блядь? Ха-ха-ха Чашка Я про золотую чашу Я наконец-то понял, что мы лишь фигуры на шахматной доске богов Пусть и кто из нас... Кто-то еще стоит на ногах, защищает нашу белую королеву от черных солдат Нас становится все меньше, и чем больше я понимаю, тем сильнее моя воля Мы должны восстать против судьбы Так Дорогой друг, я еще раз благодарю тебя за антологию работы в Архемском, что-то там Девятый том, а за тот и другие ужасы, кажется, имеет непосредственное отношение к моим исследованиям Я никогда не устану перелистывать эти страницы Девятый том, что-то про Девятый том Третий, так А это что такое? Девятый том Девятый том, все понятно Надо нам искать Именно в нем, который мы посмотрели последнее Масло, замечательно Шахматы Какая-то, блядь, точно тут подсказка есть Это прям, вот Это что, блядь, священный гряль, блядь Чаша знания Чаша знания, хорошо Чаша знания Масло мы заправили А девятый том, я даже помню, где лежит Мы его посмотрели как раз в последнем Что говорил о ней Дрейк? Сборник стихов Эдварда Пикмана Дерби Этот сборник также известен Известный как Кошмарная лирика Стал настоящей сенсацией Уже после первой публикации В 1908 году Дерби тогда было всего 18 лет Эта книга входит в Аркхемскую антологию Великолепное собрание сочинений По эзотерике и сверхъестественным явлением Что нам она дает? Может быть какую-то надпись тут мы можем увидеть Девятый Том девятый, блядь Девятый Девять, девять, девять Сука, может быть это Первая цифра пароля К сейфу? Непонятно Пока что Я вообще выйти могу отсюда? Нихера я чего не могу сделать Может быть какие-то цилиндры мы еще найдем здесь Я просто как-то Врасти Нога, блядь, с рукой В растерянности Нахожусь Что нам нужно сделать? Что-то говорил Дрейк про девятый том Что он, блядь, имел в виду? Дрейк упоминал какой-то конкретный том Да, блядь, какой конкретный том? Девятый, блядь Так это те самые книги Которые упоминал Дрейк в своем сообщении Девятый Что говорил о ней Дрейк? Да ничего он не говорил о ней Погоди-ка Азарат и другие ужасы Дрейк упоминал какой-то конкретный том Ну вот он же, блядь Этот том он и упоминал Вроде бы Или я что-то путаю Так, ну-ка На третьем цилиндре-то, да? Ну так Которую ты прислал Девятый том А зато ты другие ужасы Кажется, имеет непосредственное отношение к моим исследованиям Я никогда не устану перелистывать эти страницы Девятый том Ну вот мы же и смотрели девятый том-то Так, масла не надо нам Девятый, да? Это второй Третий Что такое? Два третьих тома? Секунду, блядь Вещи которых не должно быть А, нет Чуть не так ведет Второй Первый, второй Шестой Восьмой Так, четвертый Седьмой О, погоди Что за херня, блядь Погоди Вот Какой-то конкретный том Девятый Ну и А, блин Подожди Один И десять А может быть пароль вот это и есть? Сто десять? Секунду-ка Ну-ка, ну-ка, ну-ка У меня идея, блядь Сто десять Сто Так Десять Не открылось? Подожди Нет Ха-ха-ха Блин, а идея была неплохая Один и десять Не прокатило Что ж, сука, тут надо-то Ёптемать Дрейк упоминал Девятый том А чего, блядь, в этом девятом томе? Нихера ничего тут не написано Прочитать нельзя Восемнадцать Том девять Самое-то интересное, что я не могу Его повернуть там вверх-вниз Эркхем энтелоджи Энтелоджи, блядь Эпи Дерби Ха-ха, ты, блядь Вот это загадочка, нахуй Как мне этот сраный сейф-то открыть? Ах, тут лестница, я думал Почему я подпрыгиваю? Может что-то пропустили Какую-то Не, в этой комнатушке Судя по всему Мы все разгадали Все осмотрели Осмотрели Ну чего-то же, блядь Тут должно какая-то подсказка-то быть Охуеть Как-то все вот это Пронумеровано Тома лежит В определенном каком-то порядке Ух, ну почему? Ведь тут больше ничего и нету На самом-то деле Все мы тут осмотрели Ничего такого не нашли Полезного в сообщениях Что-то еще послушать Интересного Странно, блядь, все это Может придется кусок видео вырезать Блядь, пока я тут ищу Чего-то Хрен его знает Но не хотелось бы, конечно Лампочка О, господи, лампочка Чаша знания Может быть на чашке что-то А, мы можем ее тоже вертеть Ёпта Тоже вертеть Крутить, вертеть Придется, может быть, все книжки Просмотреть тогда Не имеется в виду Вот так вот Прокрутить Шахматы Королева защищена слабо Королева защищена слабо А что нам это дает-то, блядь Что это Шахматная доска Чего она Означает Хер его знает Ха-ха Честно, блядь Не знаю Так, ладно Красные капли Словно драгоценные камни Лежат неподвижно Красные капли Лежат неподвижно Погоди Красные капли Лежат неподвижно Хорошо Первый цилиндр Подсказка Эти красные капли Словно драгоценные камни Лежат неподвижно Что-то Так Красные капли Это пароль, блядь Последняя цифра Девять Стоп Понятно, блядь Сколько камней? Сколько камней Чаша знаний Так, давайте считать тогда Раз Два Три Четыре Пять Первая цифра Пять Ну да, хоть запишу Блядь Первая цифра Пять Так, так, так Где тут Ничего Пять Последняя Девять Последняя Девять И про шахматную доску Что-то сказано Про белые фигуры Раз, два, три, четыре Пять, четыре, девять Пять Четыре Девять Так Отлично Пять Четыре Ой Девять Что-то не так? Ёпта мать Да ладно Нахуй Блядь Ёбаный По башке Подождите А второй Ну-ка, второе сообщение Что мы лишь фигуры На шахматной доске Доске богов И пусть те, кто еще Стоит на ногах Защищают нашу белую королеву От черных солдат Нас становится все меньше И чем больше я понимаю Тем сильнее моя воля Мы должны восстать Против судьбы Может быть Тогда королева Не в счет Сколько-то Белых фигур Остается Только Три Пять камней Пять камней Три Пять Три Девять Тут никаких Больше нету Пять Три Девять Так Пять Три Может быть Блядь Блядь Ебануться Нахуй Вот это Нихера себе Вот это Я разгадал Блядь Без всяких Подсказок Книга Ну что это за книжка Опять какие-то тут Символы Саурон Как ты сюда попал Глава восьмая Риверсадский Институт В безымянной Книжной Лавке Пирс Обнаружил Следы Взлома Он выяснил Что за попыткой Взломать Стоял Чарльз Хокинс Пирс Открыл Сейф Книготорговца И узнал Что там Лежала Книга В переплете Из человеческой Кожи Которая Непреодолимо Влекла Детектива Когда он Открыл Книгу Его разум Оказался В чужом Теле Что за книгой Человеческой Кожи Некриномикон Что ли Такая Загадка Интересная Была Слушай Вот так Такая Серия Получилась Немного Затупная Ничего Страшного Я думаю Опять же Такая Игра Все С вами Проходим В общем-то Без всяких Вырезок Пока В режиме Реального Времени Так сказать Да Потратила Конечно Много Времени Но Все-таки Решил Все эти Загадочки Сам Так Ладно Игра Сохранена Великолепно Доктор Колден Состояние Этого мужчины Ухудшается Что говорит Доктор Фуллер Это же Все его Пациенты Он занят С капитаном Фицероем Он специально Просил Не беспокоить Его в таких Случаях Конечно же Я посмотрю Что можно сделать Мистер Блейк Вы меня слышите? Я доктор Колден Мы позаботимся О вас Мы ничего не можем Сделать Я пытался Поговорить с ним Но он Он не приходит В сознание Погоди-ка А что тут Смотреть Пациента Давай Так Он под действием Успокоительного Вы вкололи Ему транквилизатор Я не колола Я не колола И никто не колол Наши запасы Снова опустили Опять? Но ведь Хватило бы на весь остров Все больше людей Страдает Обессонница Мы не можем Оказать им Помощи Само собой Вы можете себе представить Что испытывает этот человек? Нет, не могу Смотреть пациента Хорошо Я осмотрю его Мы в теле Мэри Колден Мэри Колден Это просто медсестра Хорошо Руки Голова Жопа Жопа начнет Сильное недоедание Вздутый живот Со следами Точечных кровоизлияний Хм На отек Не похоже На ушиб Легкие выпуклости Видимо указывают На наличие Чужеродного тела В нем кто-то есть? Его кожа полностью Утратила цвет И кажется высохшей Он полностью Обезвожен Под кожей Над подушечками пальцев Руку-ногу Прощупываются Какие-то кольца Мягкие И немного липкие Осьминог Блядь Присоски На пальцах Ха-ха-ха Фуллера Некоторых Из этих симптомов Я совершенно Не понимаю Что вы обнаружили? У него что-то в животе Меня беспокоит Состояние его Конечностей У него Сильный обезум Вот Состояние Что-то в животе Вы осматривали его живот? Такое впечатление Как будто там Внутри что-то есть Он несколько дней Ничего не ел Вы уверены, что Это не отек? Уверена Вы что, отеков не видели? Следы от нажатия пальцев Пальцем не остается И вы только посмотрите На эти шишки Не может же Он быть беременным Чем бы оно ни было У этого человека Внутри есть что-то Чего там быть не должно Его нужно срочно оперировать Доктор Фуллер Говорит Не беспокоится Потому что отек Должен 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 Знаете Я не уверен Что доктор Фуллер Говорит правду Меня беспокоит Состояние его конечностей Несмотря на сокращение мышц Его руки очень мягкие Да Он не мог Он не мог потерять Весь кальций Не так быстро И все же Если в его руке Есть кость Она мягче Чем у новорожденного Он Так Голова тоже мягкая Как череп Младенца Посмотрите на эти Посмотрите на эти Липкие кольца Они растут Я уверен Вы найдете объяснение Должны найти Они что-то Растут Кто-то Блять Не успеваю Читайте Больно быстро Вы пиздите У него сильное Обезвоживание Я вижу Ему делали Подкожные вливания Но все равно Обезвожен Когда ему делали Он постоянно На перфузе Я даже увеличил Рекомендуемую дозу Но все бесполезно И вы не поверите Но когда Мы его купали Ему кажется Стало лучше Да Словно Ему нужен аквариум А не перфузия Но это не объясняет Его состояние Да он же Рыба Бляха Его тело Мутирует Я почти Сама в это Не верю Но эти симптомы Не характерны Для человека Что вы хотите сказать Только не говорите Что вы верите В пришельцев Нет Этот бедняга Вполне себе Из нашего мира Но его тело Подвергается Неестественным мутациям И эта Трансформация Его убивает Его тело Просто не справляется Где он мог Подхватить Такую инфекцию Молись об одном Лишь бы не здесь Доктор Колден Могу ли я узнать Что вы делаете С моим пациентом Что я делаю А что сделали с ним вы Давайте успокоимся Моя дорогая мэри Мне не нравится Ни ваш тон Ни ваши намеки Я сделал с ним То же самое Что и с остальными Обеспечил ему Наилучший уход Ваше воображение Не имеет границ Это опять Ваше самодельное Лекарство Да Но люди Не морские свинки Ну ну Что же такого Вы увидели Что вас так взволновало Может напрямую Да я напрямую Емнем Я видел присоски у него на пальцах Температура тела у него падает А обезвоживание Вы же знаете Какое заключение я бы дала Если бы Прочитал отчет В самом деле Но вы все равно скажете Но вы все равно мне скажете Мне интересно Он больше не человек Он животное Удивительно Животное Говорите А поточнее нельзя Головоногое Может быть Вас это веселит Ваша реакция Безусловно Я же знаю Как вы любопытны Тут бурно реагирует Вас заставляет Невинное беспокойство За этого человека За этого человека И за всех остальных пациентов Медкарты Которые Вы что-то прячете Я должен защищать Своё открытие Эти люди Обязаны мне жизнью Однако мир К этому не готов Но когда-нибудь Я не позволю вам сделать этого Вы меня разочаровываете Мэри Но я все равно надеюсь Что когда-нибудь Вы согласитесь со мной А пока займитесь Своими пациентами И постарайтесь Не забывать С кем имеете дело Эх ты лысый Хуила Блять Что он угрожал Что он имел ввиду Он предупреждал Фуллер Основатель этого института И один из самых влиятельных Представителей нашей профессии Моё слово против Его ничего Вообще не значит Если я продолжу протестовать Я просто уничтожу Свою репутацию И разрушу себе карьеру Возмутительно Мы можем что-то сделать Неужели нет никаких доказательств Его преступлений Блять Сколько пиздежат Явит твой налево Спрятанные медкарты Вот доказательства Никто не говорит о преступлениях Не ввязывайтесь в это Вот Доказательства существуют Я в этом уверена Я должна найти пропавшие медкарты Где же вы будете их искать? В его кабинете? А если вас поймают? Даже думать об этом не хочу Рассчитываю на вашу осмотрительность Конечно же, доктор Вы можете на меня рассчитывать Буду нема как рыба Ты тоже скоро рыбой превратишься Игра со хрена Ёпта Заебался читать в этой серии Столько мы прочли Это хренеть просто Всё Давайте, ребята Ребята, на сегодня закончим Уже так Больше часа играем Играем Ну, блин Загадки решали Загадочки Куда ж без них Подписывайтесь Оценивайте С вами был Мадр Спасибо всем за просмотр До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok